Вред ли ухаживать за женщиной без намерения вступить с ней в связь или брак? Ну, вообще, почтительность к слабому полу всегда составляла неизменный какой-то приоритет для благородного господина, поэтому понятие ухаживания может быть редуцировано до хотя бы внимания, оказание каких-то элементарных, но заметных вспомиществований, хоть руку подать при схождении с трапа самолета или из трамвая, или позаботиться прежде кофе для нее, потом для себя, причем за свой счет. Это, кажется, обычные знаки внимания к женскому полу со стороны мужского, и, вероятно, это не то, о чем вопрошает этот деликатный мужчина, который хочет не получить вред от ухаживания без далеко идущих намерений. Не знаю, вступление в связь вне брака является ли вообще делом достойным человека, думающего о добре и зле, и намеревающегося оставаться все-таки верным обетом своего крещения. А вот нужно ли быть слишком любезным к дамам, в отношении которых нет планов связать жизнь с ними супружескую, супруга, связать свою жизнь с ними в качестве супруга, это, наверное, надо учитывать, как не слишком желательно именно для того, чтобы и не расстравливать интересы, не разжигать страстей излишне внимательной, излишне почтительной, проявляющей интерес, что называется, к прекрасной даме, свободный представитель мужского пола, вероятно, может попасть в число возможных соискателей руки и сердца, а женщина настроена все-таки на сложение семьи, на верные и многодетные отношения, законные и освященные, поэтому, конечно же, надо притормаживать, когда из тебя сильно прет такая любезность, деликатность, переходящая за рамки общепринятых знаков внимания и такого внешнего уважительного общения, поскольку, равно как и не ношение супружеского кольца теми, кто находится в браке, иногда являются причиной постепенного разжигания взаимного интереса, а потом дело, как-то, бывает, выходит из-под контроля, и вот уже чувства влекут человека в рискованную даль или слишком большую близь, и тогда уже разыгрываются подлинные катастрофы в жизни человека, христианина. Святый Феофан, например, монашествующим советует, чтобы никакая искра чувственная и не пробегала между ними и представителям противоположного пола даже обходиться несколько грубовато, не быть таким вот предупредительным, внимательным, почтительным отцом, именно осторожно понимая, что сено с огнем не лежит, и помня об ограничности своей мужской природы, пускай прослыть бессердечным и невоспитанным, чем оказаться причиной какого-то чувственного притыкания и послужить к соблазну. Так что прав автор вопроса, задумываясь о том, что свои знаки расположения к женщине, не имея никаких в отношении ее добрых намерений, не говорю уже, повторюсь, о злых, которые упоминаются в вопросе, потому что это, в принципе, христианина недостойно искать каких-то, добиться кого-либо, не имея в виду создание семьи, а только плотское общение, это тяжкий смертный грех блуда, по поводу которого христианина могут смущать помыслы, но никаким образом не должны эти помыслы доводить его до построения целой стратегии исполнения своих помыслов. В помыслах и рожении страстей удобно ему покаяться на исповеди, признавшись духовнику в распалении сердечном и нечистых расположениях, но уж всяко христианину прилично обуздать внешние действия свои, которые могут приближать эту трагическую и греховную развязку. Есть общее правило для молодежи, очень актуальное, если не хочешь оказаться в болоте плотского греха, то при всех твоих возникающих, как мыльные пузыри и сменяющих друг другу при страстиях, своих особо горячих отношениях вдруг, то к одной однокурснице, то к другой, уберегись от уединения из той, из другой, из третьей и удобно сохранишься в Богом заповеданном целомудрии, удобно избежишь стадии жертвы своих собственных помыслов и разжения страстей, не устраивая никакие внешние условия для своего падения и для соблазнения той, кто, может быть, становится предметом твоих воздыханий и пламенных пожеланий. Так что справедливо все время настороженным быть в отношении своих отношений с противоположным полом, чтобы те из них, которые тяготеют к супружеству, достигли бы этой тихой завиди, этой тихой бухты спасения в законном порядке, сначала венчания, а потом и всяких прочих отношений, а то, что к этому не ведет, то и никаким образом не служило к нашему смущению, падению, преткновению, ни нас, ни ближних наших. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.